Перед отъездом встреча с друзьями, посидим немного, и это Тёмки, а не одногодки, но ни одного растутки. Приехал в гараж, начинаем паковать вещи, нам нужно все пересортировать, самое ненужное убрать в бокс на крышу, у нас полно зимних вещей, здесь немножко тоже хочется правильно разложиться, хотя на самом деле у нас здесь все достаточно максимально правильно, понять как с матрасом, как что, в общем потом все это будет, но основной момент это перекидать здесь все в боксе. Ну что ж, всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала, те кто долго ждал этого видеоролика, да-да-да, мы отправляемся в новое путешествие, едем мы в сторону юга. Сегодня 31 августа и мы решили срочно отсюда, как говорится, рвать когти, потому что завтра вот такая вот погода здесь начинается, адский какой-то перепад, как его пережить я даже не представляю, поэтому мы приняли решение срочно уезжать. Сегодня уже погода так себе, прохладно, дети даже в кофтах. Мы планировали выехать в 7 утра, к сожалению не получилось, так как мы проснулись только в 9, точнее проснулся пораньше, а вот мои встали только в 9. Время сейчас 10.14, мы выезжаем, строим маршрут до Краснодара, поедем скорее всего мы по бесплатной дороге, сначала по М2, потом будем уже заходить на М4 и будем идти по платным участком, потому что что-то как-то маршрут он строит очень-очень типа будем ехать долго. Скорее всего сегодня мы до Краснодара не доедем, возможно где-то будем ночевать, от этого все интересней. Обязательно ставьте лайк выпуску, обязательно если не подписаны, подписывайтесь, пишите свои комментарии в поддержку канала, погнали! Мы сейчас остановились на долежале, потому что наша подружка Татьяна нам приготовила в дорогу шарлотку. Я много раз показывал, вообще люблю ее шарлотку, она делает ее безумно вкусно, и когда мы приехали, мы первый раз встретились, я говорю, так, а где мы шарлотка моя? Она говорит, я приготовлю, и в итоге вот нам сейчас уезжать, они вообще были в Пензе, и она нам вчера вечером на WhatsApp пишет вот это вот сообщение, и вот мы с утра сейчас перед дорогой заезжаем. Вот такие у нас друзья. Пока ждем, построим маршрут до Краснодара. Ехать нам примерно куда-то, ну куда-то вот сюда. Вот 18 часов 383 километра, но это кстати он пишет, это он пишет без платных дорог. Я и то думаю, как этот приезд без шарлотки, да? Здорово! Отправляясь в это путешествие, я беру с собой дебетовую карту Альфа-Банка. Ребята красавчики делают красоту, но вы только представьте, до 33% кэшбэка в рублях. Это очень много. Мои постоянные зрители знают, как я люблю карту, и сейчас я как раз тестирую именно Альфа-Банк. Так вот, я оставлю ссылочку в описании. По этой ссылочке вы получите такую же дебетовую карту, получите пожизненное бесплатное обслуживание без каких-либо условий. Также вы получите повышенные кэшбэки, еще вы получите куча приколюх, наподобие снятия наличных в любых банкоматах, либо переводы без комиссии. Ознакомитесь, там их действительно много. Но еще самое интересное, казалось бы мелочь, но приятно. После того, как вы оформите, получите карту, совершите первую покупочку, Альфа-Банк вернет вам 500 рублей на счет. Здорово! Ссылка в описании, едем дальше. Ну вот, пожалуйста, Герим Подольску. До свидания и двигаемся на М2. Так, естественно, первым делом мы заезжаем на заправку. Дизель здесь 53,85. Опа, ну я все-таки решил, что надо на Газпром нефти это сделать. Пап, купи жвачку. Извините, идет прием топлива. Как же нам повезло. Едем дальше. Вот на этом Газпроме, сколько бы мы ни ездили на юг, всегда какая-то херня. То очереди, то прием топлива, то учет, то еще что-то. Ладно, все, едем по М2. Так, в общем, не хочу ехать дальше что-то искать. Хочу вначале пути заправить, чтобы голову не делать, поэтому будем заправляться здесь. На Роснефть здесь 52,70. Подешевле немножко. Так, вопрос, где нам встать? Чтоб дизель был. Пора, пора, пам. А где дизель у нас? Здесь есть? Блин, 95-й. А здесь, короче, еще дизеля нету. Да ёпыры сыты. Так, через 50 километров, как мы отъехали, пробуем совершить еще одну попытку. Надеюсь, у нас это сделать получится. Но это не точно. У нас получается это делать. Заправляемся здесь. Такие классные терминалы поставили. Вот так выглядит самообслуживание. Все, заправились. По цене почти 4 рубля вышло. Этого хватит нам надолго, да, Ростова. Сейчас шоколадку дадим заправщику. Спасибо большое. Двигаемся дальше. Следующую остановку уже будем делать, наверное, через час, может, полтора. У нас уснул Мирончик, пока немножко. Пусть поспит. А потом будем останавливаться и делать перекус. Вот мы только что проехали съезд на А-108. Здесь вообще автомагистраль, соответственно, можно ехать здесь хорошо. Хорошее дорожное покрытие, скорость можно держать нормальную. Собственно, если сравнивать с параллельной М4, то как бы смысл ехать там. Ну, лично нам, например. Учитывая, что там, получается, по пути два платника будет, самые такие суммы издираются, потому что объезд вот этих, ну, Московской области. Когда мы ехали с юга в Москву вот недавно, мы тоже попробовали по М2 прокатиться. Нам понравилось. Разница была час времени. Поэтому не вижу никакого смысла ехать там. Спустя 50 минут мы заезжаем в Тульскую область. Ну, пожалуйста, наша Стелла. И у нас даже небольшой прорывается дождик. Здесь, кстати, смотрите, на въезде сразу есть парковочка. Можно отдохнуть. Есть беседочки, есть лавочки. Есть даже небольшой рыночек. Ну, кому нужно, да, кто поедет по такому же маршруту. До Тулы нам осталось 74 километра. То есть мы подъезжаем к Туле, уходим на объезд и потом идем на Ефремову. Тоже что-то покажу вам. Дорога на Белгород уходит прямо. Дорога на Тулу уходит, вот, собственно, по бабочкам. Мы сейчас будем заезжать. Нам нужно именно ехать в сторону Тулы. Но до Тулы мы доезжать не будем. И мы тоже будем уходить на объездное. Здесь сейчас происходит капитальный ремонт. И, собственно, как раз на этой дороге мы теряем основное время примерно в час относительно М4. Потому что здесь ограничение скорости 90. Сейчас будут всякие села и поселки. Ефремов, по-моему, город называется. Там, где вообще там ограничение везде 40-20 плюс лежачий полицейский. Но я думаю, что в следующем году ездить по этому участку от М2 до М4 через Ефремов будет одно удовольствие. Потому что здесь оно двухполосное, классно здесь будет, реально хорошо. Надеюсь. Ну и, собственно, вот мы подъезжаем к съезду. Воронеж, указатель. До Воронежа 228 километров. И здесь у нас начинается прямая дорога как раз на Ефремовке. Спустя 2 часа делаем первую остановочку. Нашли такой кармашек. Здесь вообще есть какое-то кафе. Здесь вот стоит фура, палатка. Сейчас здесь был инцидент. Мы ехали, и туда несся КамАЗ. То ли тормоза, то ли что. В последний момент дал по тормозам. Такой свист, дымяра. Чуть всем с задницы не снес. Так, у нас с собой много еды. Поэтому открываем багажник. Сейчас биотуалет наш переносим в салон для того, чтобы все сходили в туалет. Заряжаем душ. Так, покажу наш душ, да? Вот кто первый раз вдруг на канале. Вот у нас такая труба. Сюда прикручивается вот эта наша леечка от Биде. И красота. Еще вот такой вот шкафчик у нас. Видите, какая красота. Здесь что-то поставим. Плиточку разогреем. Холодильничек наш. Вот так у нас, видите, максимально все удобно. Вот она наша лейка. Вот так нажал, вода потекла. Видите, как здорово. Дорожный душ. Причем труба, учитывая, что всегда находится на улице, всегда нагревается. Сосиски, видите, почти готовые. Яйца начищены, сыр порезан, чай тоже заварился. Сейчас обедаем в путь. Так, все, набираем сосиски с газа. Вот сюда все в тарелочку. Вау, как горячо. Ну, пойдемте в наш ресторан. Смотрите, у нас в машине вот такой столик. У Верончика свой стульчик и столик. Все, будем кушать. Шарлотка, конечно, как всегда, магическая. Пацаны, как вам шарлотка? Я просто... Я даже не знаю, что сказать. Я даже не знаю, что сказать. Сейчас нужно быстренько за собой все убрать, помыть. Типа вот сковородочку уже замочил. Отправляемся дальше. На обед у нас ушло 45 минут. Прыгнули в машину и все. Теперь двигаемся часов, наверное, 5. Точно без остановки. Вот, собственно, про что я говорил, что вот деревня вот так начинается перед Ефремовым, и везде знак 40. Вот на этом, конечно, теряешь прилично. Мы заезжаем в город Ефремов. Здесь сразу весогабаритный контроль. И буквально 3 километра проезжаем, попадаем на М4. Вот такая вот стела, основанная в 1637 году. Ну вот, собственно, этот съезд на М4. И здесь будем идти участок по платнику. Мы подъезжаем к платному участку. У меня вообще есть вот этот транспонтер, но я хочу проехать сейчас не по нему, а за наличку. Почему? Потому что, короче, мы когда ехали, последний раз по платнику, у нас что-то на платник вышло, 30 с чем-то тысячи. И мне как-то в комментариях написали, что когда ты едешь по транспонтеру, он может тебя считывать как большую машину. То есть ты уже проходишь по второму классу. Ну, то есть, видите, смотрите, вот сейчас стенд будет. Объясню. Вот, мы едем в будний день. Получается, вот первый класс, это 220 рублей сейчас должно быть, а он меня может считывать по 260. Поэтому по транспондеру не хочу. Сейчас посмотрим, как меня по наличке считают. Да, по транспондеру, конечно, было побыстрее, потому что здесь небольшая очередь. Кстати, здесь вообще, когда за наличку проходите, выбирайте лучше с фурами, потому что, видите, у легковых 4 тачки стоит. Фура вроде занимает места много, но по факту-то она одна. Здрасте. А какая там цена? 220. Слушайте, а транспондер может считывать как второй класс? Да. А вот так, если по наличке, то как первый едем, да? Значит, вы просто, когда подъезжаете, подъезжаете в кассиру, вы просто убираете. И говорите кассиру, что наше наедине в первый класс поставили, а потом подъезжаете. Ай, все, я понял. Хорошо, спасибо. Ну вот, собственно, сейчас я вам расскажу. Вот цена, получается, вот вышла 220. Я как раз у нее уточнил, может ли транспондер... Ну, вы слышали, короче. Она говорит, да, может. Просто лучше подъезжайте, вот едете по транспондеру, подъезжаете именно через кассу, и она автоматически, кассир, убирает лишнее. Вот так вот. Поэтому я и говорю, что тот раз мы ездили, было очень много денег мы потратили на платку, потому что он нам, нашу машину считывал по второму классу. Мы подъезжаем, значит, к пункту взимания платы. Будем действовать по той же схеме. По транспондеру не поеду, поеду по... Через кассу, короче. Так, где у нас на минимум людей? Людей, 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 людей вот здесь. Но здесь это никого. Здравствуйте. Спасибо. 120 рублей. Спасибо. Бесплатно проехали вообще. Сказала, проезжайте. Стоим, в общем, здесь на платнике. Что-то встал за фурой, а что-то долго там он ковыряется. 70 рублей платник стоит. 190 рублей стоит этот платник. Ехали просто сюда у нас. Если честно, какая-то дичь вообще происходит. Вот мы проехали уже примерно, наверное, 700 километров. Вот так вот. Остановили здесь платник. Здесь я вижу разворот. Короче, позвонили мне и сюда. Вчера с ней разговаривал. Она говорит, где-то неделю-полторы. Мы по этому соскочили. Думали, пока поедем. Подадим заявление на постель. Поедем, съездим к морю на 5 дней. И как раз как бы потом заберем постель и вернемся. В итоге сейчас получается вот такая вот херня, что 5-го. Я вот думаю, сегодня 31-ое. Первым мы приедем в Краснодар к обеду. Третьего край мне нужно уже выехать. Самолеты не летают. Я так подумал, что если мы, допустим, доедем до минеральных вод и полечу, почти десятку стоит билет только в одну сторону. Если я поеду какой-нибудь Блаблакар, допустим, да, тоже посмотрел на 3-е число, там есть вариант уехать. Но опять-таки по практике я знаю, что эта история такая срывающаяся. Чувак себе не набрал полную машину людей. И все, он просто не поедет, кинет тебя, не явится на суд, 100% лишат. Короче, жесть вообще какая-то. Я посмотрел еще поезд, идет вообще полтора дня поезд. Ну как бы это очень долго. Надо выезжать тоже третьего. Блядь, короче, такая жесть. И вот мы остановились, вот как раз вон детишек выгулить. Может быть сейчас кофе попьем, что-то еще вот стоим кумекаем. И возвращаться неохота. Я уже говорил, мы едем на таком позитиве, что там сейчас дубак начинается, а мы, короче, на юга. И вот такая вот фигня, да, Мирончик? Посмотрите, какая великолепная погода. Вот так вот, плюс 18, а завтра должно там быть уже плюс 4 ночи. 29 градусов. Возвращаемся. 17.25. Время вечера, а погода прекрасная. Да уж, ехать там обратно 600 километров, 6 часов. Как вы поняли, мы развернулись и двигаемся в сторону Москвы. Мы подумали, что очень рискованно сейчас приезжать до Краснодара, и там есть все варианты просто не успеть явиться на суд. И тогда будет вообще печальная история. Время есть минут 7.29 градусов. Радовались, радовались, возвращаемся. Так вот, на закате возвращаемся. Решили, будем ночевать где-нибудь на трассе. Ехать неохота ночью, без сил, короче, еще и настроение из-за этого не совсем, как говорится, есть. Вот, сейчас надо где-нибудь останавливаться, готовить ужин, раскладываться и не ложиться спать. Ну, сейчас покажем, покажем, что будем ездить, где будем спать. Так, вот у нас пум-пунчик. Вот я думаю, что где-то здесь мы сейчас и встанем. Решили мы ехать до следующего, потому что это такое вообще, как будто бы прям на проезде. Парковка маленькая, будет некомфортно здесь ночевать, вот. Поэтому едем до следующего. До следующего нам где-то часочек, короче, надо будет проехать. А там уже, наверное, даже все и стемнеет. Это уже за Воронежем получается. Уже спать охота невыносимая. Я сегодня очень плохо спал. Буквально часа 4-5 и... Ах, и еще вот такой вот, как этот... Вот это поворот. Да. Дубль какой, уже даже и не помню. Но, собственно, у нас снова платник. Второй платник. А? Первый. Первый? Конечно. Что не посмотрел? Да, ну, пятый. А, вот это кабинка? А, да, не видел. Спасибо большое. А что, вот такая... Кабинка закрыта, да? Нет. Короче, здесь вот эта кабинка, представляете, для второго класса. Она говорит, вам второй пробить? Я говорю, нет, первый. Она говорит, это кабинка для второго. Говорит, не посмотрели. Я говорю, ну, возможно. Блин, постоянно ездишь на М4, и каждый раз что-то новенькое для себя открываешь. Вот мы в сторону юга проскочили отлично. А сейчас вот едем обратно. Давай, смотрите, какая огромная пробка. Ну, все, все. Просто она многокилометровая. Ай-яй-яй. Долго здесь придется стоять, вот долго. Там что-то фуры в самом начале вот сейчас были. Не пойму, то ли ДТП все, то ли ремонтируются. Ну, их прям штуки 4-5. Сразу после вот этого взывания платы есть вот такая огромнейшая парковка, да? Сами можете посмотреть, сколько здесь фур. Вот. И стоянка, и помпончик, и мотели, и заправка, и, короче, что здесь только нету. Так, вот надо сейчас где-то здесь прислоняться. Мы зашли в помпончик, решили не готовить, уже поздно. Взяли 4 супа, 6 кусочков вот этих таких булочек. Вышло на 710 рублей. Еще в суп какой-то странноватый, не в вкус. Как будто какая-то приправа. В общем, мы куриную супу поменяли. Возмутились, потому что что-то с ними было не совсем то. И теперь у нас у всех борщи. Вот и утро. Так вот мы спали. У нас здесь дорога. Сейчас дальше покажу. Ну, здесь стоят фуры. Короче, здесь у нас все закрыто. Сейчас, как говорится, очухаюсь и покажу, как у нас все это дело выглядело. Вид из нашего окна другого. Окошко было всю ночь, кстати, открыто. Мы очень часто ночуем в машине. Именно для этого мы и брали такую машину, чтобы в ней жить, спать, есть, ходить в туалет. Да-да, у нас там стоит биотуалет. Но иногда нам нужно постираться, отдохнуть, словить нормальный интернет, поработать. И мы снимаем жилье. И для того, чтобы снять хорошее жилье, мы используем сайт суточно.ру. На этом сайте классное жилье. Там есть отзывы, рейтинги, огромный выбор. Можно отфильтровать, посмотреть по цене, выбрать для себя подходящее жилье. Мы пользуемся этим сервисом часто. Иногда нам пишут в комментариях на этот сервис, мол, типа, вот я там обжегся, я там укололся. Ребятки, наш совет. Читайте отзывы владельцев, смотрите на рейтинг хозяев. Мы, как правило, выбираем со статусом супер хозяин. И вам рекомендуем. В целом, сервис классный. Нам лично нравится. И мы его используем всегда, когда путешествуем по России. Ссылочку для выгодного бронирования я оставляю, как всегда, в описании под этим видеороликом. Щелкайте, переходите и пользуйтесь. Все, очухался. Давайте я вам немножко покажу. Мы недавно, перед этой поездкой, купили в машину матрас надувной по портаменте. Видите, все вот еще просыпаются. Вот такой вот надувной матрас. Большой. Короче, он удобный, на нем спать прям прикольно, но он очень, эти, какой, 20 с чем-то сантиметров. И поэтому мы потеряли тот кайф, что когда мы здесь спим, мы здесь как бы можем еще и посидеть. Сейчас посидеть не получается. Только, получается, столько пацанов у нас здесь нет, а Мирончик даже не может стать. Да, про тебя говорю. Вот, поэтому я думаю, что мы его продадим вам, нашим зрителям. Может, кому надо, пишите. умылись, помылись, теперь завтракать. Думал завтрак показать, в итоге такие голодные были, что пью. Но там ничего особенного, хлеб, сыр, шарлотка, кофе, какао. Сейчас быстро все моем, решаем еще пару вопросов по работе и выдвигаемся. Так, все, мы собрались и выезжаем. Здравствуйте. Ну, вообще, где-то был, да. Это сколько стоит? 120? По-моему, вот он. Ну, мы вчера ехали, ночевали. Сейчас надо врач. А, еще раз? Спасибо. Так, друзья, еще вам рассказы. Вот, есть пункты вот такие, где нужно проходить по одному чеку, два терминала. Но чек действует 12 часов, вот получается, учитывая то, что мы ночевали, соответственно, за этот платник надо снова было заплатить. Будем ехать снова через Ефремов. На него нам 23 километра. Через Ефремов, потом мы уходим на М2 и, собственно, попадаем в Подольск. Так удобнее. Ну, собственно, мы и ушли с трассы М4 в сторону трассы М2. В Ефремове заливаем топливо. Так, а что у нас? Вот. Вот, все. Теперь пошло. Будем двигаться дальше. Будем считать, что это был типа такой эксперимент. Экспериментальное поездки. Посмотреть цены, позаливать топливо, посмотреть на платники и что-то новенькое для себя открыть. Зла не хватает. Но обязательно смотрим через призму позитива. Ну, вот мы, собственно, и на М2. Осталось буквально 120 километров и будем снова в Подольске. Сегодня проснулись. Было примерно 23, по-моему, градуса. Сейчас едем уже 15. Ну, что ж поделать? Как вам выпуск? Надеюсь, он вам понравился так же, как и нам. Отчасти позитивный, отчасти грустный, но что ж поделать? Вдруг кто-то пропустил момент. Еще раз напомню, что позавчера я звонил в суд и мне сказали, заседание будет где-то через неделю, через полторы, не раньше. Собственно, поэтому приняли решение поехать на юг и сделать там определенные дела. Ну, и назначили на пятое. Поэтому мы долго думали, долго думали, о чем я и рассказывал, какие варианты были. Решили, что все-таки лучше вернуться. Все, буду с вами прощаться, увидимся с вами в новом видеоролике. Пишите свои комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok